This conference will now be recorded. Также Excel и также работаю в программах CorelDRAW, в программах Adobe Photoshop. Ну и, собственно, на все наши курсы приглашают, по всем курсам готова вас проконсультировать. Сейчас я хотела бы представить вам семинар, который является всего лишь частью одного из курсов, причем в нем используется смешанное программное обеспечение, делаются разного вида графические работы с использованием также цифровых диаграмм. Этот курс называется инфографика. Курс инфографика стартует в этом году, 29 марта. Я вас на этот курс активно приглашаю. И курс состоит всего из трех частей, соответственно, из трех дней. И вот часть одного дня у нас как раз-таки это часть векторного рисования. Такая вот часть у нас идет. Векторное рисование. В программе CorelDRAW, в которой гораздо, как сказать, проще начать рисование, чем в любом другом графическом редакторе, мы делаем первые шаги, рассматриваем интерфейс программы, правила навигации и основные способы получения графического изображения. Такие способы получения графического изображения, как отрисовка, трассировка и логические операции. Логические операции – это одна из методик. Методик Майка Роуди по рисованию. Автор книги «Визуальные заметки» утверждает, что рисовать могут все. Ну и мы на практике убеждаемся, что это действительно так. Пока не начнешь рисовать, сам об этом не узнаешь. И с помощью таких операций, как объединение или отсечение, мы можем создать довольно сложные работы. И это все первый день, первый день, в рамках которого получается полноценная инфографика, далее домашняя работа на закрепление, ну и, конечно, уже затем при желании можно совершенствоваться на уже следующем уровне, который будет скоро в нашем центре. Это инфографика уровень 2. Это будет именно курс по графическому получению продукта, по графической инфографике. Ну а полная версия курса включает в себя также инфографику бизнес-визуализации в пакете «Офис» с применением программы «Визио». Еще один вид инфографики – это онлайн-сервисы. Мы также углубляемся в суть структурирования текстовой информации. Итак, что будет рассмотрено в рамках нашего небольшого семинара? Мы рассмотрим с вами всего три вопроса. Конечно, это будет все равно все в темпе. Я буду отдельную часть процедур убыстрять. Это будут основы рисования в Corel, то есть как именно получить объект в программе, логические операции, которые приведут к возникновению более сложных объектов и эффект прозрачности. Ну плюс, конечно, будут еще небольшие нюансы, связанные с заливкой. Будем сейчас рассматривать на программе CorelDRAW. Конечно, программа, если вы хотите сразу же немедленно что-то пробовать, должна быть у вас уже установлена. Бесплатная 15-дневная версия предлагается для скачивания на официальном сайте. Так, вот это та цель, к которой мы с вами будем идти. Вот мы, конечно, всю композицию городскую не построим, но посмотрим, из чего складываются основные наши действия. Все остальное это только ваш фантазия. Подобного типа бордюрчики часто применяются в оформлении работы и также являются как бы частью как слайда, так и инфографической работы в целом. Ну, здесь вот я пошла путем комплексной картины. И логические операции, как один из видов рисования, мы рассмотрим в программе Corel, такие как отсечение. Здесь вот у нас примерчик такой, как наложение объектов друг на друга произошло с равными интервалами, затем применена логическая операция. Ну, и вот, как вы видите, здесь объекты верхние пропали. Мы обнаружили только нижний объект под ними с прозрачными местами, в тех местах, где находились синие объекты. И такие операции, как объединение, нагромождение объектов друг на друга привело к тому, что мы в итоге получили с вами объект, который сливается. Сливается в единое целое, и уже, если представить себе, что он является частью чего-то большего, мы с вами уже можем получить путем следующей процедуры слияния еще более сложный объект. Вот что такое векторное рисование. То есть не то рисование в классическом смысле, как мы представляем себе художника с кистью, красками, а скорее это процедуры логического характера, именно вот лучше и не скажешь, пожалуй, логические операции. Так, ну и парочку сделаем с вами приемов с заливкой. Если будет интересно, конечно, мы познакомимся с таким инструментом, как интерактивная заливка, и будем получать уже такой вот комплексный объект, плюс еще и немножечко с прозрачностью поработать. То есть вот такой у нас с вами план. План на эти буквально полчасика. Итак, уважаемые слушатели, семинара, я запускаю программу CorelDRAW. Программа CorelDRAW запущена. При запуске программы у вас создается чистый белый лист, чистое белое пространство. То есть если при запуске программы у вас лист не создается, сделать это можно вот таким плюсиком. Плюсик. Ну а затем документы у вас в CorelDRAW организуются во вкладках, подобно тому, как организуются они во вкладках, скажем, в веб-браузере. Каждый по отдельности документ у вас закрывается, создается, сохраняется через меню файл. Программка довольно простенько выглядит, программка-рисовалка. Страницы в документе создаются в нижней части. Хорошая аналогия, скажем, с программой Excel, если работаете в пакете Office. Также плюсиком и контекстное управление каждой страницы правой клавишей мыши. Но это нам так не особенно понадобится, я просто описываю то, что есть у меня на экране. В целом пространство программы состоит у вас из панели инструментов. Панель инструментов, которая находится слева и представляет из себя перечень как инструментов рисования, так и инструментов воздействия. Есть инструменты, такие как трансформаторы, обрезка, ну и самый верхний инструмент, инструмент-указатель, должен быть активен большую часть времени, если вы хотите выполнить с вашими объектами такие задачи, как перемещение, уменьшение, ну либо просто выбор объекта для последующих процедур упорядочивания или уничтожения. Это инструмент-указатель. В правой части экрана вы найдете панель цвета. Панель цвета. Ну а также могут быть открыты дополнительные докер-окна, они открываются и закрываются через, соответственно, вот такой вот крестик закрыть. Крестик позволяет вам их закрыть. А вот открыть дополнительные панели вы можете как через главное меню, ну, наверное, проще сейчас через главное меню показать. Главное меню под названием «Окно» и команда «Окна настройки». Окна настройки. Среди панелей инструмента чаще всего бывает нужна такая панель, как объекты, оно представляет из себя перечень объектов на экране. Но я думаю, что вот на данном этапе нам, пожалуй, вообще никакие другие окна не понадобятся. Любой из окошек можно вызвать, закрыть, закрыть. Ну а когда понадобится, пожалуй, я об этом скажу. Лист, вернее, ориентация листа у вас может быть изменена с помощью панели свойств. То есть лист по умолчанию у вас создавался А4. Ну, вы можете нажать на кнопочку альбомной ориентации листа и выбрать примерно такой же вид, как у меня на экране. Вот сейчас перед вами в качестве примера расположена композиция, которую я собираюсь рисовать хотя бы частично. Ну и отдельную фигурку в этой композиции собираюсь разобрать. Разобрать, как она, собственно, была сделана. Суть подобного рисования, подобного подхода заключается в том, что вы должны видеть первородные исходные фигуры. То есть если я выделю каждую отдельную фигурку здесь в списке и посмотрю, а вот из чего именно она была сделана, ну, скажем, вот эта вот фигура, я вижу перед собой всего лишь прямоугольник, внутри которого располагаются прозрачные части. И эти прозрачные части в виде других прямоугольников. Если я выберу более сложную фигуру, то это все равно прямоугольник, к которому присоединен дополнительный и еще один дополнительный прямоугольник, плюс либо присоединены, либо вырезаны из имеющегося прямоугольника. Ну, вот, соответственно, вот такие вот линии, да, как бы получаются. То есть все дело только в том, чтобы мы с вами обнаружили, из чего состоит каждая фигурка, что в нее было добавлено, что из нее было вырезано. И вот на этом как раз-таки и строятся логические операции. Итак, мы с вами сейчас поставим перед собой задачу сделать, ну, парочку примеров. Это я взяла просто для примеров, чтобы мы примерно ориентировались на то, что у нас должно получиться. И перехожу сейчас вот просто к нейтральной части листа. Ну, собственно, это нам даже не нужно, могу это в стороночку отодвинуть. Итак, если вдруг вы потеряете пространство листа, немножко запутаетесь, Shift-F4 на клавиатуре позволяет вам вернуть ваш лист. Ну, и, конечно, можно приближать, отдалять пространство листа, используя клавиатурные сочетания. Ну, если они вам нравятся, Ctrl-+, Ctrl-, а также колесикам лучше активно используются в работе. Итак, прямо сейчас, да, прямо сейчас. Две основные логические операции в программе CorelDRAW – это объединение и это отсечение. В каждой новой версии программы CorelDRAW называются по-разному, поэтому я, пожалуй, сейчас даже буду выяснять путем подведения курсора, как уже в этой версии программы она была названа. Если мы с вами нарисуем, давайте уже приступим, прямоугольник с коротким щелчком мыши, мы в левой части экрана выбираем такую фигуру, как прямоугольник. Давайте помечу желтеньким цветом. Коротким щелчком мыши фигурка выбирается и, удерживая левую клавишу мыши, рисуется что-то вроде здания, наверное. Стараемся рисовать в пределах листа. Нажатием на пробел рекомендую деактивировать инструмент рисования, так, чтобы он превратился в инструмент выбора. То есть клавиша пробела всего лишь переводит инструмент из состояния рисования в состояние управления. Вот так вот, да, вот отсюда сюда, вот вы смотрите, что сделали. И мы можем с вами покрасить эту фигурку в черный цвет. Для этого, да, не в черный, в любой другой цвет можем с вами покрасить. Для этого щелкнем с вами на панели цвета при выделенном объекте в правой части экрана. Ну, цвет, соответственно, выбираем любой. Любой цвет, ну, куда-нибудь вот сюда, да, надо щелкнуть. Так, что-нибудь вот здесь вот цвет у нас располагается. Итак, прямоугольник готов. Клавиши F даже не обязательно, наверное, вас сейчас мучить различными клавишами. Даже, не знаю, мучить, не мучить. Вот, Shift F2 у меня рука потянулась. Нажать так, чтобы именно выделенный объект приблизить. Ну, подчеркиваю, да, что это не обязательно. Вы можете действовать просто колесиком мыши. Так, и далее я собираюсь нарисовать здесь окошки. Причем мне интересует в итоге эффект прозрачности. И я активирую снова фигуру прямоугольника и рисую небольшое окошко. Покрашу его в другой цвет, так, чтобы было заметно, там, красный, например. Так. И вот окошко у меня сейчас наверху. То есть вот. Для простоты я сейчас буду работать с равными по размеру объектами. Не буду создавать там сложные комбинации. Мне нужно создать дубликат этого окна. В этой программе вы можете использовать довольно старые приемы, ну, известные вам, такие как Ctrl-C, Ctrl-V. Не возбраняйтесь. Конечно, вы получите копию объекта. Но раз уж мы с вами в программе Corel, надо сделать все-таки что-то особенное, я думаю. И вот на этом этапе мне понадобится специальное докер-окно. Те самые докеры, которые были доступны ранее в правой части экрана, и на ваших глазах я их закрывала. Да, вот окна, которые были образованы вот здесь вот справа. Этот докер я могу вызвать командой окно, окна, настройки. И далее выбираю что-нибудь из преобразовать, пожалуй, да, из этой вот песни. Alt-F7, быстрая комбинация клавиш, преобразовать. Так, наблюдаю перед собой следующую область по работе. Мне требуется создать копию объекта, которую я хочу контролировать. Поэтому в поле копий я поставлю единицу. Я собираюсь получать копии с шагом вправо и указываю направление. Направление вправо. Если я нажму на команду применить при таком раскладе, то у меня получается объект, который будет идеально рядышком стоять с моим объектом оригиналом. Отменяю действие назад. Мне все-таки хотелось бы задать небольшой промежуток. Поэтому расстояние х, которое сейчас равно размеру моего объекта, я собираюсь немного увеличить. Пусть объект у меня будет подальше, скажем, на не 5 миллиметров, а 7 миллиметров. Вот так, да, 7 миллиметров. Все, отлично. То есть вместо 5 миллиметров это был размер самого объекта, я на 2 миллиметра просто увеличиваю данное поле и получается расстояние между объектами у меня 2 миллиметра. И я собираюсь сейчас еще раз и еще раз нажимать на команду применить, применить, применить. И вот я создала то количество будущих окошек, которое меня устраивает. Выделяю все эти окошки. И собираюсь теперь создавать копии вниз. Направление меняю вниз. Величина минус 8,5 приблизительно. Конечно, надо было бы в самом начале создать у них хорошие размеры с равными, не с равными пропорциями, а просто с чистыми пропорциями. Но уже ладно, поздно об этом думать. Вниз расстояние я буду делать, наверное, немножко все-таки побольше. у я буду создавать минус 15 и нажимая на команду применить, ну так, чтобы был этаж. Применить, применить, применить. Ну, пожалуй, достаточно. Так, есть. С тем же успехом мы могли с вами создать композицию и более простым способом, но когда знаешь хорошие приемы по точному расположению объекта в программе, то почему бы и нет, конечно. Это очень удобно. Чтобы окошки были ровненько посередине расположены, были моей основы, я могу временно их выделить и сгруппировать комбинацией клавиш Ctrl G на клавиатуре, от английского слова group, группа. И относительно, относительно основного здания выделяю здание вместе с окошками, клавишей C по центру, E по середине выравниваю. Ну, опять-таки, те же самые действия обычно происходят в каких-нибудь простеньких графических редакторах, чуть ли не на глаз или с помощью динамических направляющих. Ну, и разгруппировываю. Группировка мне здесь не нужна. Итак, произвожу выделение, произвожу выделение, ну и что мы с вами имеем сейчас на руках? У меня на заднем плане расположена основная фигура. Основная фигура на заднем плане. На переднем плане расположены объекты, разгруппированные, независимые, и как бы их с вами именно сделали, очень аккуратно, ровно, на глаз, со средствами повышенной точности или обошлись только линейкой и сеткой, это не имеет значения. Самое главное, на этом этапе мы с вами производим выделение объектов на заднем плане и на переднем плане тоже, то есть выделяем с вами всю композицию от и до. И только в том случае, если у нас выделены объекты, мы с вами будем наблюдать следующие операции. Следующие операции, операции, которые появляются у вас на панели свойств, это и есть операции, которые называют логическими во всех программах, даже в таком редакторе, как PowerPoint, они называются операции логические. Список этих операций вы можете также найти в меню «Объект», «Формирование», и операции здесь будут представлены также. Среди операций вы найдете такие операции, как слияние, но это сейчас не будет иметь смысла, поскольку операция по слиянию создает формы, перетекающие друг к другу без границы, и как раз они нужны для того, чтобы объединять сложные построения друг с другом, сливать их друг с другом. Есть операции «Исключение», когда нам нужно по принципу трафарета, чтобы один объект надавил на другой объект. В принципе, эта операция нам сейчас подошла бы, но минусом такой процедуры является то, что мне потом нужно все это разводить в разные стороны. Я бы хотела этого сейчас избежать. Операция по пересечению сейчас не имеет смысла, она тоже для создания сложных композиций нужна. Ну и операция «Упрощение», которая также создает принцип трафарета, то есть от них операций, которые отрезают их несколько. Сейчас хотелось бы применить ту процедуру, которая была бы удобнее всего. Это процедура, при которой красные вот эти окошки у меня просто, выполнив свою задачу, исчезнут. Вот таких операций всего две. Это передний минус задний, так забавно называется, и задний минус передний. Вот, если я нажму на передний минус задний, у меня здесь, ого, что-то здесь, сори, потеряла выделение. Давайте заново выделю. Передний минус задний, у меня ничего не меняется, ничего не меняется. Угу, все верно. Все верно. А если нажму на команду задний минус передний, я как раз-таки достигаю того самого эффекта, который мне был нужен. То есть всего четыре аж операции, которые ведут к эффекту трафарета, к эффекту вырубки, к эффекту отрезания. И совсем не обязательно было применять именно ее. Вот, как вы видите, и даже я здесь в какой-то момент даже запуталась, что нажимать. Передний минус задний, или задний, франк минус бэк, или бэк минус франк. Ну вот, в какой-то момент информация может просто запомниться, а если нет, то ничего страшного. Не заработает одно, заработает другое. В данном случае задний минус передний. Бэк минус франк. Но если бы даже я нажала бы операцию исключения, самую простую операцию, этого было бы достаточно. Но операция исключения привела бы к тому, что мне пришлось бы просто фигурку в сторону вот так вот оттаскивать, а вот эти штуки просто удалять самостоятельно. Так что не обязательно было действовать именно через команду задний минус передний. Можно было бы пойти операцией обычного исключения. Именно вот таким образом мы с вами создаем первое здание. Ну, как вы видите, можно было бы создать гораздо более сложную композицию из маленьких отрезков, из больших отрезков. Но это сейчас была просто упрощенная демонстрация. Ну, собственно, и то неплохо. Итак, следующая работа будет чуть более сложной, поскольку нам нужно с вами разобрать, ну, скажем, вот это здание. Ну, верхушка понятна. Прямоугольник. Тоненький прямоугольник. Еще один прямоугольник. Еще один прямоугольник. Далее какой-то эффект уже зазубренных фигур пошел. То есть что-то вот я вижу уже здесь необычное. Чем хороши приличные векторные программы, вы можете здесь масштабировать до любого уровня точности. То есть не стесняйтесь приближать к себе изображение, чтобы понять, в чем дело. Ну, и ниже, 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 ниже у меня, собственно, вот одна и та же фигурка повторяется. Просто она идет разных размеров. Разные размеры, разные размеры. То есть что мне надо здесь? Что-то вот основной какой-то вариант мне нужен здесь. Мне нужен здесь вариант, который выглядит как-то вот так. Я сейчас его для себя определю. Даже вот без верхней границы, получается, мне нужно. Такая небольшая танкетка наверху. Так. Затем прямоугольник, судя по всему. Прямоугольник. Так. Еще один небольшой прямоугольник. Ага. И еще один длинный вытянутый прямоугольник. Так. То есть главным образом композиция состоит из набора прямоугольников. Делаю я вывод. Ну, разве что небольшая фигурка наверху, которая имеет явно трапециевидный вид. Так. Разобравшись с той одной частью, которая мне нужна, я собираюсь эту часть рисовать. Можно даже в укрупненном режиме. Оригинал, на оригинал ориентироваться. И так рисую основную фигуру прямоугольника. Можно небольшую. Покрасить, опять-таки, можно в любой цвет. Еще одна фигурка. Можно, не отпуская клавишу, то есть не переключаясь на любой другой инструмент, можно нарисовать еще одну фигурку. Можно применять разные цвета. Конечно, на курсе мы принимаем решение о том, чтобы у нас были очень ровные размеры, чтобы мы тщательно контролировали размер будущих объектов, пропорции. Сейчас быстренько работаю на глаз. И еще один прямоугольник. Причем я не с двух сторон по одиночке, как вы видите, здесь создаю объект. Сразу рисую длинный вытянутый объект, поскольку я уже вижу, что он у нас будет пропорциональным. Ну а для того, чтобы найти фигурку более сложной формы, мне понадобится уже, пожалуй, на другой раздел. Есть овалы, тут слева эллипсы. Есть многоугольник. Есть многоугольник. Если удерживая левую клавишу мыши на панели инструментов, мышку поддержать, то будет коллекция фигур раскрываться полностью. И многоугольник очень похож на то, что мне нужно, но есть еще более подходящий инструмент по работе. И он у нас спрятался в команде «Стандартные фигуры». И далее команду «Стандартные фигуры» выбираю. Выбираю. В команде «Стандартные фигуры» на панели инструментов у меня переключается коллекция от одного к другому объекту. Вы здесь найдете коллекцию достаточно простенькую, как в офисных приложениях. И среди фигур я наблюдаю фигуру трапецию. Рисую фигурку трапеции. Произвольный размер. И обратите внимание на красный маркер, который позволяет мне немного менять мою фигуру. То есть мне здесь нужно немножко видоизменить трапецию, сделать ее менее острой. Ну и также я хотела бы ее перевернуть. Ну так уж получилось, что я ее нарисовала. Ну она в любом случае у меня рисуется так, как рисуется. Неудачные фигурки я уничтожу клавиши «Делит» на клавиатуре. А вот к данной фигуре я принимаю решение о том, что мне надо ее перевернуть. Переворот фигуры горизонтальный, можно далеко никуда не идти. Вернее, простите, вертикальный. Вертикальное отражение я нахожу непосредственно на панели свойств. Отразить по вертикали. Отразить по вертикали. Нажать на фигурку и отразить по вертикали. Ну, конечно, нужно поработать с размерами. Желательно нажать на клавишу пробела, чтобы перейти к инструменту, который называется инструмент-указатель. На данном этапе я предлагаю пока не мельчить, а вот прямо-таки работать с объектами. Один объект внутрь другого объекта помещать. Не работайте, пытаясь сделать соприкосновение объектов друг с другом. На этом этапе желательно, чтобы смысл логических операций был ясен. Прям одну фигурку на другую фигурку накладывать. Желательно разве что выравнивание сделать. Выравнивание, чтобы было все ровнее, как по горизонтальному центру, это выделить все фигурки и нажать на клавишу С на клавиатуре от слова «центр». Так у нас все хорошо получится. И одна единственная операция, если команд по отсечению много, то команда, которая будет заниматься слиянием, их меньше. Команда «Слияние» мы обнаружим на панели «Свойств», когда произведем выделение всех этих простеньких объектов. Нажимаем. Вот что мы получили. От контура обычно принято избавляться в итоговых уже работах. Без контура будет смотреться все это более аккуратным образом. Если где-то у нас слишком получились какие-то длинные края, все это дорабатывается в режиме работы с кривыми. А в целом предполагается, что подобную пирамидку уже очень несложно сделать. То есть командами «Ctrl-C», «Ctrl-V» или «Ctrl-D» на клавиатуре вы можете создать нужное количество копий подобного объекта. Ну, если требуется уже, соответственно, увеличивать эти копии, все они будут уже немножко больше, больше, больше. Есть, да? Похоже немножко. Да, работа носит несколько кропотливый характер, но все зависит от сложности вашей будущей композиции, насколько сложным вы сделаете ваше будущее здание. Можно даже взять что-то реальное за основу, но начинается все с малого. Начинается все с самых простеньких фигур, такие как прямоугольники, трапеции. Ну и, конечно, я думаю, что вот этого комплекта фигур более чем достаточно, чтобы создать фигуру любой сложности. Наслаивать фигуры друг на друга, ну, а затем принимать решение. Решение об отсечении или решение о слиянии подобных объектов друг с другом. Ну, даже вот уже вот здесь вот выровню. Добавлю еще один прямоугольничек. Еще один прямоугольничек. Еще один прямоугольничек. Еще раз С выровню. Вот такая картинка. И еще раз слияние, например. Вот она, собственно, верхушка уже готова. На все на это может уйти не так много времени. При подходящем навыке все делается в течении. Подобную композицию, наверное, пожалуй, где-то за час набросать можно. Не так долго, не так сложно. Итак, окончательные действия с подобной композицией. Что делать дальше? Хотела показать дальнейшее действие, что если мы с вами основную композицию такую собрали, предлагаю вам добавить немножко здесь антуража, что ли. То есть прямоугольничек, который здесь предлагается нарисовать на заднем плане, это не обязательно, это так просто добавит немного здесь перспективы, что ли. Прямоугольник, который я рисую, и специальным инструментом под названием интерактивная заливка собираюсь обрабатывать. Инструмент этот располагается в нижней части, в нижней части на линейке инструментов, или активируется клавишей G на клавиатуре. Интерактивная заливка применяется по отношению к вашему объекту методом протягивания. Скажем, вот так, слева направо небольшой отрезочек вы создаете. Но затем вы можете управлять размещением одной точки, второй точки, то есть указывать направление. Такими вещами можно заниматься здесь. Но самое интересное, что вы можете также активно менять свойства принципиальной понтанной заливки, так, чтобы она из линейного вида перешла в вид радиальный. Подобные решения можно принимать в отдельных окнах или непосредственно на панели. На панели, вот здесь, на панели свойств вашего объекта, я наблюдаю, что есть вариант эллиптической заливки, ну ее так радиальной чаще всего называют. И здесь я могу сделать, скажем, радиус побольше. Получается, что-то вроде какого-то кружочка у меня получилось. Так, вот могу в разных местах размещать подобную заливку. Ну а интерактивно ее называют именно из-за того, что здесь прекрасно можно, когда есть видение, сразу, сразу, очень быстро задать нужные свойства. Вместо черного цвета, я нажимаю на черный квадратик, я выберу цвет, здесь скорее оранжевый, вот такой вот, примерно. Так, вместо белого цвета я выберу цвет желтый. Не попало по нему, цвет желтый, цвет желтенький. Так вот, ну солнышко у меня получается здесь, и здесь я пожелала вроде как оранжевый цвет. Так, вы можете создавать также большее количество точек, делая двойной щелчок по линии перетекания. Ну это уж так по вкусу получается. Здесь хотелось бы цвет сделать еще более светлый. И перемещать сами точки тоже. Круг в результате этой работы я буду перемещать на задний план. Изменение порядка объекта происходит, помимо всего прочего, с помощью правой клавиши мыши и команды порядок. Команда порядок и на задний план траницы. Вообще обычно предпочитаю горячие клавиши на клавиатуре. Так, эллипс можно здесь и, в общем-то, не рисовать. Это будет солнышко, которое мне требуется сделать, ну таким вот почти белым цветом. Применить к нему, применять к нему радиальную заливку я, пожалуй, не буду. Я просто возьму какой-нибудь подходящий цвет на панели цвета вот здесь. Ну такой совсем-совсем светленький вариант. И уберу контур. Контур убирается у нас очень многими способами, но как вариант на панели свойств можно просто выбрать образ перьевой ручки. И вместо установленной величины по умолчанию сверхтонкого абриса выбрать просто нет. Когда у вас уже три объекта занимают одну точку пространства, считается, что уже управлять порядком немножко сложно, но, собственно, вы можете просто здание на передний план переместить, а вообще уже на этом этапе пора подключать специальный докер под названием объекты. В нем решение принимать проще, поскольку там уже будет все более прозрачным. Вот здесь даже вот команда порядок, я ее не вижу. Вот контекстное меню, а вот она, вот она. На передний план, на передний план, есть, есть. Вот, допустим, солнышко. Солнышко с городом, С выровню. И создаю дубликат, создаю дубликат города, который я отражаю вниз и располагаю в нижней части. Это будет мое отражение. То есть это город в ночном таком вот уже виде солнца садится. И на переднем плане должно быть отражение на воде. Здесь я хотела бы применить эффект прозрачности. И такой эффект прозрачности выполняет массу интереснейших задач в программе Coral. И даже иногда кажется, что применено что-то вроде искажения растрового типа, но на самом деле это всего лишь прозрачность с разными эффектами наложения. Я сейчас не буду использовать никакие режимы смешивания, всего лишь выберу хорошую фактуру, которая будет напоминать рябь на воде. Это прозрачность. Прозрачность как эффект на панели инструментов расположен отдельной командой. В нижней части третья команда снизу. Нажимаем. Прозрачность регулируется также на панели свойств. Есть несколько вариантов отсутствия прозрачности как таковой. И далее. Однородная заливка, перетекание. Ну и множество здесь различных есть вариантов того, как можно наложить прозрачность. Очень похоже на работу с заливкой. Однородная прозрачность. Это скучно, но можно сделать. Также есть фонтанная прозрачность. Прозрачность, связанная с перетеканием. Здесь видно, здесь не видно. И вот четыре варианта прозрачности, которые могут быть классифицированы как узорные. Узорные варианты. Это прозрачность раз, прозрачность два, прозрачность три. Вот, пожалуй, я возьму последний вариант. Это прозрачность текстуры. Прозрачность текстуры. Уже какой-то здесь интересный вариант достаточно имеется. Но среди примеров текстуры вы обнаружите подобные примеры. Также на панели свойств есть разные варианты. Их можно также масштабировать по размеру. Они довольно-таки забавные, могут на интересные мысли натолкнуть. И среди них всех что-то наверняка будет напоминать вам отражение в воде. Ну, даже вот этот вроде как бы вариант неплохой, но я искала другой вариант. Вот, похоже на тот, который был мне нужен. Немножко мрачно, но, наверное, вот на этом остановлюсь, как на самом, наверное, популярном. Вы можете также менять размер узора путем растягивания управляющего маркера. Можете этот узор наклонять, но это вряд ли, здесь наклонять его не нужно. И перемещать. Ну, перемещение вот так же ничего не даст здесь, поскольку узор довольно однородный. Я думаю, что стоит нарисовать еще один прямоугольник в виде края, который что-то вроде тонкой-тонкой береговой линии закроет мне шов. Хотя здесь уже речь идет, пожалуй, о просто художественной ценности. То есть здесь уже все зависит от вашего видения. Можно всю композицию выделить, немножко выровнять, ну, и сделать нечто подобное. Солнце заходит, хочется также применить к зданию небольшой эффект в виде окрашивания. Окрашивание через фонтанную заливку. Сделаю снова инструментом интерактивную заливку. Хочется немножечко такого перетекания из черного в более светлое состояние. Вот, растягиваю сейчас инструмент интерактивная заливка непосредственно на здании. Здание. Так. Ну, мне, конечно, потребуются совсем другие цвета здесь. Линейный вариант. Все правильно. Нижний прямоугольник у меня будет черного цвета. Есть верхний прямоугольник. Верхний прямоугольник скорее будет таким вот коричневатым. Коричневатым. Давайте как-нибудь вот так. Но будет также, пожалуй, какая-то вот такая зона, наверное, поменьше. Буду ее... Эта точка мне не нужна. Буду ее регулировать путем смещения дополнительного прямоугольничка. Я напоминаю, что их можно поставить очень много. Ну и нужно заодно сделать еще немножко повыше. Ну, небольшой блик. Небольшой блик мне был нужен. Так, расположу повыше и все на этом. Ну что ж, уважаемые слушатели. Сегодня мы рассмотрели крохотную часть курса о том, как можно создавать уникальные композиции. Ну, а зачем вообще создавать уникальные композиции в программе Corel? Я отмечу, что не всегда нужный комплект иллюстраций оказывается под рукой. Что-то можно скачать в интернете, что-то можно нарисовать самостоятельно в каком-то графическом редакторе. Но использование профессиональных графических редакторов сильно облегчает работу. И дело только за тем, чтобы автоматизировать свои действия. Инструменты, которые вы осваиваете, нужно только немножко потренировать. Итак, всем, пожалуй, спасибо. Спасибо за ваше внимание, за ваше время. Мы рассмотрели эту небольшую комбинацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!